Всем добрый день, дорогие подписчики! Ну что, спрашиваете вы об уколах гиалуронки, да и вообще о других уколах в сустав? Что я думаю об этом? Нужно ли это делать, либо не нужно? Поэтому сегодня давайте мы с вами порассуждаем на эту тему. Я вам выскажу свое мнение, а в конце ролика вы в комментариях напишите свое мнение. Если был у вас опыт, тем более, если вам что-то уже кололи в сустав, то вы мне, то вы не мне, вы нам напишите, да, отзыв также о своем опыте. Смотрите, уколы в колено. Здесь наиболее часто, да, это идет речь при артрозе. При артрозе колена, либо тазобедренного сустава, действительно, популярное, да, так сказать, в кавычках, популярное решение проблемы, это уколы гиалуронки, либо уколы, обезболивающие уколы в ваш сустав. Так, с чего бы начать? Наверное, начну с того, что уколы, которые вам делают в колено, или которые вам предлагают сделать в колено с целью обезболивания, обезболивания, они всегда носят временный характер. То есть, по отзывам моих пациентов, да, и в принципе, ваши комментарии подтверждают это, что время действия таких обезболивающих уколов носит всегда временный характер от 3 до 6 месяцев. Потом боль снова возвращается. Это если речь идет об артрозе. Также существует такая вероятность, что уколы вообще не подействуют. То есть, они вам вообще не помогут. Может быть и такой вариант. То есть, они могут помочь временно, либо они вообще вам не помогут. То, что касается уколов обезболивающих, да, вот у нас здесь, ну, по крайней мере, наши врачи, в нашем госпитале, они колят уколы с кортизоном. Уколы с кортизоном. Это гормональное средство, которое, значит, действует как противовоспалительное, и противообезболивающее. Может быть, в других странах там какой-то другой препарат колят, да, гормональный. Но у нас колят, как правило, на основе кортизона. Так вот, в чем самая главная неприятность, да, вот этих вот уколов обезболивающих на основе кортизона, это то, что это гормональный препарат, который разрушает структуры, который разрушает сустав. То есть, вот этот сам препарат, когда вам колят, да, он действительно снижает временно боль, снижает воспаление, но в то же самое время он параллельно разрушает структуры вашего сустава. То есть, это речь идет о, ну, о всем, да, что окружает ваш сустав. Там капсула, мышцы, связки, сухожилия, кость, то есть, действует как разрушающий эффект. То есть, ничего хорошего, да. Получается, что уколы вы можете сделать, но не нужно увлекаться, да, так сказать. То есть, один-два укола, может, вы можете сделать, но это не непостоянное решение проблемы. То есть, вы не можете прибегать к уколам постоянно. То есть, нужно искать какой-то другой способ облегчения своей жизни. При артрозе два других способа облегчения жизни, ну, по крайней мере, которые я знаю, да, вы мне напишите, если знаете другие. Первый способ, это самый простой способ, это просто заменить сустав, просто поставить себе протез. Если у вас там протез бедра, да, если бедро, если колено, это протез колена, если плечо, то это протез плеча. Это простое решение, то есть, вы записываетесь, вам делают операцию, вы восстанавливаетесь, и вы избавляетесь от боли. Второй метод, второй метод, это, ну, сейчас говорим, опять же, об артрозе, да, о разрушении сустава. Второй метод, это поддержание вашего сустава с помощью комплекса упражнений. Второй метод, он, конечно, более сложный, да, требует регулярности, потому что любой комплекс, он будет действовать только при регулярном выполнении, при самоорганизации, при мотивации. Поэтому второй способ выбирают, как бы, немногие, да, либо если выбирают, то через какое-то время, там, большая вероятность того, что бросают. Также нередки, я вам скажу, нередки на моем канале, комментарии, когда мне человек пишет, что придя на мой канал и начав выполнять комплекс упражнений, ситуация с суставом намного улучшается. Человек чувствует себя намного лучше, сустав, как бы, боль снижается, и возникает вопрос, как бы, а вот что делать, я ведь собиралась делать операцию, а вот тут начала делать ваши упражнения, да, и как-то ситуация стала лучше. Так что же мне делать? Делать дальше упражнения, либо все-таки делать, настраиваться на то, чтобы делать операцию, да? Такие тоже комментарии, я вам скажу, не редкость у меня на канале, попадаются. То есть, понимаете, тут такое дело, да? Либо вы самоорганизуетесь и делаете упражнения на постоянной основе, и состояние улучшается, и вы живете с этим своим суставом, но поддерживаете его с упражнениями, либо вы просто идете на операцию, либо, да, опять же, делаете уколы, но ни к чему хорошему это не приведет. Второй момент, да, когда предлагают уколы, и вот здесь вот какая-то серая зона, мне не совсем понятно, вернее, мне понятно, но я вам сейчас озвучу свои мысли. Второй тип уколов, которые вам предлагают, это уколы, так сказать, так сказать, да, в кавычках, оздоровительного характера, например, после операции, после протезирования, либо после перелома, врач вам предлагает, значит, сделать уколы, так сказать, для закрепления, улучшения. Ну, это такие уколы, там может быть гиалуронка, может быть, с какими-то добавками, да, чтобы, значит, еще лучше сделать эффект после вашей операции. Вот здесь вот, да, я вам скажу сразу, что, опять же, я всегда сравниваю с нашим госпиталем, у нас никаких уколов, никаких уколов после операции, переломов, либо после запланированной операции не делают вообще, вообще никаких уколов не делают. То, что касается уколов гиалуронки после операции, ну, вы меня извините, гиалуроновая кислота, это, простыми словами, синавиальная жидкость, она и так есть в нашем суставе, она и так вырабатывается нашим телом, нашим суставом, зачем ее колоть еще дополнительно, я не очень понимаю, да, то, что касается протезирования, да, либо там, ну, переломы и какие-то оздоровительные там уколы, не обязательно гиалуроновая кислота, но оздоровительные уколы, ну, тоже такое у меня сомнение, зачем их колоть, если все прекрасно восстанавливается, если делать, значит, комплекс упражнений, да, если подойти к вопросу с умом, делать то, что нужно, как нужно, то все и так восстанавливается замечательно, зачем еще вот этот эффект каких-то уколов, вот этого плацебо, уколы в сустав, здесь тоже, я думаю, да, мое мнение, все-таки я склоняюсь к тому, что вот эти уколы, которые предлагают после операции, это все-таки с целью, чтобы заработать деньги, то есть для клиники, для госпиталя, который вам это предлагает, на платной основе, как правило, да, то есть это просто способ зарабатывания дополнительных денег, это мое мнение, так что вот так вот, я вам высказалась по поводу уколов, гиалуронки, да, уколов, обезболивающих в сустав, что я о них думаю, я все-таки приверженец, как вы понимаете, больше консервативного лечения, то есть наименьшего вмешательства в наш сустав, и активного участия в нашем восстановлении, и активного участия в том, чтобы себе помочь, поэтому я все-таки склоняюсь к комплексу упражнений, к регулярности их выполнения, там, ну, какие-то, может быть, там, моменты по поводу снижения веса, здорового образа жизни и так далее, да, чем к вот этому быстрому решению уколы в сустав и временному эффекту, либо вообще без эффекта. Вот такое мое мнение по поводу уколов, спрашивали, ответила, пишите, что вы думаете, прощаюсь с вами. Всем до следующих роликов, пока-пока.